Однозначно, что бездомные животные представляют угрозу. Они опасны не только тем, что могут напасть на людей, но и явиться разносчиками различных заболеваний. Контроль по надзору за беспризорными животными возложен на орган местного самоуправления. В Уварве этим вопросом занимается служба городского хозяйства, которая заключает договор на отлов бородящих собак. Заключили договор с индивидуальным предпринимателем. У него находится в Рязанской области город Сасово приют. Договор заключается на год. По мере необходимости, но у нас это будет происходить один раз в неделю. Он будет приезжать. Деньги на отлов и содержание животных выделяются из областного бюджета. Первый выезд ознакомительный. Присматриваются места обитания собак. Важно определить вес животного, ведь каждой особи потребуется определенная доза наркоза. Тех, кто подпускает, могут забрать сразу. Профессиональный кинолог любит животных и знает, как с ними обращаться. 12 лет назад я ушел на пенсию, будучи кинологом, экспертом. И я собирал просто собак ветеранов, которые отслужили в милиции, в органах, в погранвойсках, в вооруженных силах. Только для них он был открыт. Но потом потихоньку, потихоньку оно как-то так вот и пошло. Наши приюты содержатся за наш личный счет. У нас еще пока программу до конца не приняли по содержанию, обеспечению приюта. У нас есть два мецената. Это два мясокомбината. Один Сасовский мясокомбинат, второй Шацкий мясокомбинат. Ежедневно мы оттуда забираем три буху, то бишь отходы от животных с убойного цеха, в пределах 250-300 килограмм. Ежедневно мы варим по 700 килограмм еды. Это три бачка по 250 литров. Сейчас в приюте, который находится в Рязанской области, 500 собак и 300 кошек. Четыре часа в дороге, и к ним присоединятся уваровские питомцы. Согласно закону Российской Федерации, есть программа ОСВВВ. Это называется отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животного в старую среду обитания. Сейчас произвели отлов собачке черной пегой. Фотофиксацию мы уже сделали этой собаке. Теперь она прибудет сегодня к вечеру в приют. Два-три дня у нее будет на адаптацию. Через три дня ей проведут стерилизацию. Через 21 день ее выложат в интернет на пристройство. Если в течение полутора-двух месяцев ее не пристроим, то она будет опять привезена сюда и выпущена в старую среду обитания. У нас ежегодно где-то в пределах от 400 до 500 животных разбирают. Самый большой разбор животных идет в весна. Как дачный сезон начинается. Весна и начало лета. И осенью, в зиму тоже разбор идет большой. Этим у нас занимаются волонтеры. У них в соцсетях группы есть. Они в этих группах сидят. И там идет распространение всех животных. Конечно, хорошо, если собаку или кошку удается пристроить. Но все же лучше, если бы домашние животные все же оставались дома. Хотелось очень просто обратиться для тех людей, кто заводит собак, щенков. Они милые, хорошие, но потом со временем они врастают, и они становятся ненужными. И у нас есть такая закономерность, что легче всего выбросить эту собачку просто. Прежде чем завести щенка, милого, пушистого, плюшевого, красивого, подумайте. Один, два, три раза. А потом уже давайте к ума не относиться, ведь все-таки это наши меньшие братья. Потом мы же сами от этого и страдаем. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.